Здравствуйте! Итоги дня в эфире. В студии работает Гульнара Жандагулова. Я Лебек Абдилов. Добрый вечер. Президент сегодня заявил о реализации в Казахстане специальных превентивных мер по противодействию коронавирусу. Об этом Касымжо Мартукаев написал в своем твиттер-аккаунте. В стране отменят все публичные мероприятия. При этом глава государства заверил, перебоев со снабжением граждан продуктами питания и товарами первой необходимости не будет. Позже президент провел совещание с членами Кабмина по этим вопросам. Тукаев подчеркнул, что важно не допустить ущерба для малого и среднего бизнеса. Напомню, накануне Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус пандемией. Об этом заявил глава ведомства Тедрос Атханом Еврейсус. По его словам, в ближайшие дни число случаев заражения, смерти и затронутых вирусом стран увеличится. До сих пор ВОЗ называл вспышку COVID-19 лишь эпидемией. Пандемией же называют необычайно сильную эпидемию, распространившуюся в мировых масштабах. К этому часу количество инфицированных превысило 127 тысяч. За пределами Китая активнее всего коронавирус распространился в Южной Корее, Италии и Иране. Погибших больше 4767 тысяч человек поправились и выписались из больниц. Описание ситуации как пандемии не меняет оценки ВОЗ угрозы, представляемой этим коронавирусом. Это не меняет то, что делает ВОЗ, и это не меняет то, что должны делать страны. Никогда раньше мы не сталкивались с пандемией, вызванной коронавирусом. И никогда не сталкивались с пандемией, которую в то же время можно контролировать. Кстати, в последний раз ВОЗ объявляла о пандемии в 2009 году в связи с распространением вируса H1N1, известного как свиной гриб. Тогда, по данным Всемирной организации здравоохранения, от этой болезни умерло почти 20 тысяч человек по всей земле. Тем временем, правительство Казахстана уже предложило свой план того, как предотвратить появление коронавируса у нас в стране. Казахстанцам придется временно жить в новых ограниченных реалиях. В Казахстане отменят все спортивные и культурные мероприятия. Правило начнет действовать с 13 марта. Ограничения коснутся и различных конференций, выставок, семинаров. Массовых гуляний не будет и в честь предстоящих праздников. Об этом, кстати, написал на своей странице. В рамках мер по недопущению распространения коронавируса президент Касым Жумар Тукаев принял решение отменить публичные мероприятия по празднованию Наурыза, а также военный парад в столице Казахстана, посвященный 75-летию победы. Глава государства поручил перенести запланированные ранее международные форумы. Будет усилен санитарный режим на всех объектах здравоохранения, образования, в других местах массового пребывания. Дезинфицировать будут цоны, рынки, вокзалы, аэропорты, гостиницы, общественный транспорт, кафе и рестораны. Все они при этом будут работать в штатном режиме. А вот кинотеатры в правительстве решили временно закрыть. Вот что говорит по этому поводу вице-премьер. Кинотеатры, которые находятся в торговых развлекательных центрах, они работать не будут. Потому что этот вопрос не простой был, мы долго его обсуждали. Но вы примерно знаете, что фактически фильмы у нас идут более часа. Поэтому, значит, в одном помещении нахождение столько времени, я думаю, будет вызывать определенные вопросы. Поэтому мы приняли такое решение. На неделю раньше выйдут на каникулы казахстанские школьники отдыхать. Они начнут с 16 марта и до 5 апреля. В период каникул детям запрещено выезжать на экскурсии за пределы региона. Колледжи и вузы перейдут на дистанционное обучение. Насколько это будет технически возможно. А вот детские сады решено не закрывать. Зафиксированных случаев коронавируса нет. Поэтому детские сады продолжат свою работу. И если далее будут выявлены случаи коронавируса, то тогда будут приняты соответствующие решения. Также Казахстан вводит ограничительные меры по международным авиаперевозкам. С 16 марта сократится число рейсов в Объединенные Арабские Эмираты и Турцию. Это касается авиасообщения с Европой. То Казахстан сокращает полеты в Германию, Чехию, Венгрию, Нидерланды, Польшу и Великобританию. У тех граждан, кто сейчас находится в этих странах, есть возможность вернуться по оставшимся направлениям. В правительстве уточнили, что все не могут поменять или сдать авиабилеты. При этом авиасообщение с Россией пока останется в обычном режиме. В правительстве призывают казахстанцев отнестись с пониманием к принимаемым мерам. Нам еще, мне кажется, повезло, потому что, к примеру, в США уже успели закрыть границу аж на месяц для Европы. Там коронавирус выявлен в половине штатов. В Италии уже закрыты школы, спортивные залы, ночные клубы и другие развлекательные заведения. Работают пока только продуктовые магазины и аптеки. Школы на две недели закрывают в Польше и Дании. На следующей неделе вынужденные каникулы начнутся и в Австрии. Ударил коронавирус по мировому спорту. Отменен чемпионат мира по фигурному катанию в Канаде. А в Швеции решили не проводить этап женского кубка мира по горнолыжному спорту. Кстати, гульнары сегодня же в правительстве обратились к казахстанцам. Их просят не создавать ажиотаж и не закупать продукты мешками. Такая паника может сыграть плохую службу. Оснований для роста цен на питание нет, как нет и дефицита продуктов. На своем официальном аккаунте Министерство сельского хозяйства даже опубликовало специальное обращение казахстанцам. Сейчас в региональных стабилизационных фондах, на складах производителей торговых организаций хранится больше миллиона тонн социально значимых продуктов питания. Этого объема хватит на полугодовое обеспечение казахстанцев. Но вместе с тем в Менсельхозе предупредили, что если предприниматели начнут необоснованно поднимать цены на продукты, пользуясь ажиотажем, то их оштрафуют. И вот номера телефона и адрес телеграме сюда можно пожаловаться. Каждый житель страны может это сделать, если заподозрить торговую сеть в неоправданном повышении цен на продукты питания. Между тем в Павлодарской области пресекли вывоз медицинских масок в Россию из Монголии и Монголию. Этот товар сейчас вывозить из страны запрещено. Четыре случая контрабанды зафиксированы в пункте пропуска Шарбахте. 8 тысяч масок без товаросопроводительных и разрешительных документов пытались провести через границу граждане Монголии. А недавно уже крупную партию в 150 тысяч штук через пограничный пост Косак пытался провести в Новосибирскую область житель Нур-Султана. По документам медицинские маски он приобрел в одном из торговых домов столицы. Законодательством в отношении соблюдения данной нормы закона не предусмотрена конфискация, поэтому в данном случае просто был запрет на вывоз. Маски остались у нас в стране. Пока же предприимчивые казахстанцы, которых, похоже, пандемия не страшит, предлагают государству свои бизнес-идеи. По итогам февраля в проектный офис экономики простых вещей поступило больше 130 новых проектов. Предприниматели заинтересованы в создании предприятий машиностроения, пешевой промышленности и АПК. Если межведомственная комиссия при правительстве одобрит предложенные проекты, то бизнесмены начнут получать выгодные кредиты. Заемные средства они могут вложить в запуск своего дела или потратить их на развитие уже действующего бизнеса. Любая инициатива со стороны бизнеса, связанная с созданием новых рабочих мест, связанная с реализацией каких-то программ по импортозамещению, по конкретным видам товаров или экспортно ориентированной, она будет поддержана правительством. Они поддерживают. Сегодня поддержали все проекты, которые были представлены. Абсолютно необходимый шаг. То есть всеобъемлющая такая широкая поддержка инициатив со стороны бизнеса. Сегодня была доложена хорошая программа по поддержке отечественных товаропроизводителей. Будут выделены дополнительные деньги под хорошую кредитную ставку 6% на сроком 10 лет. Она не будет формальной, она будет с очень широким диапазоном. Но самое главное, конечно, требование программы, что это было отечественное локальное производство, что это были резиденты Казахстана, чтобы реально продукция, которая произведена, была востребована. Депутаты и Сенаты сегодня ратифицировали ряд международных соглашений. Одно из них между правительствами Казахстана и России позволит перевести жителей Байконура на природный газ, который в 15 раз дешевле жиженного. По новому тарифу в среднем семья будет платить 186 тенге за кубометр вместо почти трех тысяч. В планах подвести этот газ к местной теплоэлектростанции. Тогда байконуровцы значительно меньше будут платить за свет и тепло. Кроме этого, одобрили сенаторы и соглашения с Узбекистаном по незаконной миграции. Документ урегулирует вопросы двойного гражданства. Насколько информационные системы обоих государств способны обеспечить в онлайн-режиме обмен информацией? Здесь практически все и все соглашение, это главный пункт, это обмен информацией. Обмен информацией мы работаем постоянно. У нас даже есть вся информация полностью, вот когда вот здесь был вопрос связан в отношении тех лиц, которые имеют отношение к террористическим организациям, то есть по линии, у нас это все имеется. И мы работаем во взаимодействии со всеми структурами. То есть это еще уже до пересечения государственной границы все это имеется. А в Нижней Палате парламента сегодня презентовали законопроект по вопросам проведения мирных собраний. Документ поступил в Машлис после долгих обсуждений с казахстанцами. Главное поручение президента сделать механизм уведомительным, а не разрешительным. Однако, несмотря на то, что общественные слушания провели уже в девяти городах страны, острых вопросов все еще остается немало. В каких случаях в ответ на уведомления о митинге или шествии участникам может прийти отказ? Кто будет строить маршруты демонстрантов? И на опыт каких стран опирались разработчики законопроекта? Обо всем этом с экспертами говорил Тимур Козагулов. Только уведомление. Эта формулировка вокруг обсуждения проекта с законом в Машлисе звучала только в утвердительном. То не оно и понятно. Президент поручил исключить разрешительный характер проведения митингов. Эксперты, общественники и депутаты рапортуют. Казахстанцы действительно не будут ждать разрешения акиматов. Однако процесс согласования остается. Это все требует предупреждения даже того же населения, которое живет в этих домах. Что с такого-то времени по такое-то время будут здесь проходить шествия. Поэтому, скорее всего, будут улицы перекрыты. Это только для этого. Отказать и запретить проводить митинг госорганы, конечно, смогут. Если участники призывают, к примеру, к нарушению конституционного строя или к разжиганию розни. Международный пакт о правах человека тут с казахстанским законодательством вразрез не идет, подчеркивают эксперты. Признается право на мирные собрания. Точка. Ограничение этого права допускается в соответствии с законом, в демократическом обществе, в интересах защиты государственной безопасности, общественной безопасности, здоровья и нравственности населения, прав и свобод других лиц. Очень четко, конкретно описать в законодательстве с коллегами основания для отказа. Они не должны быть расплывчатые. Документом также предусматривается определение специальных мест для проведения мирных собраний. Главные условия не на окраине города, но и при этом и крупные улицы не должны быть парализованы. Право строить маршруты, шествия, демонстрации планируют отдать маслехата. У нас иногда думают митинги только по политическим вопросам. У нас же митинги могут по-другим. Экологически, социально, культурно. Ну если тебя создают условия, почему нет? Зачем бегать по городу тем же журналистам и искать его? Я привожу пример конкретно, да? Когда задача тех, кто проводит митинги, донести до власти, до общества проблему. В законопроекте прилагаются специальные места, специальные места, оборудованные. Политолог Ирланд Саиров документ рассмотрел от и до. Участвовал во всех обсуждениях будущего законопроекта. Как говорит, важен и сам факт обсуждения. Разработчики закона не игнорируют любое мнение и готовы слушать и слышать. Сейчас самый главный вопрос – получение гражданской легитимности. Поэтому, мне кажется, разработчики законопроекта сейчас будут обсуждать его в целом и комплексно. И в итоге мы получим документ, который максимально будет устраивать всю палитру общественного мнения Республики Казахстан. В течение 15 дней, если ответы не получают, это автоматически говорит о том, что разрешение получено. Важной правкой законопроекта стало исключение понятия «регламентированный порядок». Он касался собраний с больше чем 250 участниками. Ставить рамки по числу демонстрантов не будут, но уведомлять, сколько именно человек придет на митинг, придется, говорят разработчики. Кстати, защищать закон должен будет не только митингующих, но и журналистов. Эксперты отмечают, полиция должна создавать условия для работы СМИ и самих демонстрантов, а не препятствовать им. Защита прав журналиста во время митингов – одна из важных задач. СМИ выступают посредниками между митингующими и властью. Без них идеи, посылы, проблемы и предложения не будут услышаны. Поэтому тут нужно четко конкретизировать, как именно должны действовать и правоохранительные органы, и журналисты, и участники собраний. Все нормы и новеллы проекта закона были тщательно проработаны и обсуждены с общественностью. Казахстанская версия документа основана и на международном опыте. Были изучены соответствующие законодательства Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Германии, Франции, Японии и других зарубежных государств. Нужно отметить, что данные государства предполагают обязательную ответственность как с обеих сторон, и со стороны государства, так и со стороны организаторов. Законопроект презентован. Дальше членам рабочей группы «Мажелиса» предстоит тщательно проработать каждую норму. Напомню, что действующий закон, который сейчас регулирует вопросы организации и проведения мирных собраний, был принят 25 лет назад. Тимур Казагулов, Даурин Журхабаев. Итоги дня. К другим темам. Жители микрорайона 2-й Павлодар опасаются резкого подъема уровня грунтовых вод. Ситуацию может усугубить большой объем выпавшего этого зимой снега. Сейчас коммунальные службы активно расчищают улицы и пустыри. А строители спешат закончить канализацию, чтобы весной не допустить ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации. Репортаж. Салуата Тимур Балатола. Пенсионер Геннадий Пуха показывает свой затопленный погреб. Вода здесь стоит круглый год, а сейчас уровень вновь поднимается. Проблеме грунтовых вод в микрорайоне 2-й Павлодар уже 4 года. Местные власти даже объявляли режим ЧС, но правда всего на один день. У нас уже поменялось 5 Акимов, 5 областных и городских. И все нам каждый обещает, но пока что итогов мы не видим. В водоканале пообещали, что на проблемном участке восстановят насосную, которую сами же водоканальщики демонтировали за ненадобностью 10 лет назад. В настоящее время ситуация в микрорайоне 2-й Павлодар остается стабильно. Здесь, как и прежде, продолжает работать техника по прокладке подземных коммуникаций. Поэтому одна из центральных улиц перерыта и здесь просто невозможно пройти. Синоптики сообщают о том, что в этом году резкого таяния снега в регионе не ожидается. Тем не менее, люди опасаются, что в случае повторения резкого подъема грунтовых вод их дома снова поплывут. А запасов воды, по данным метеорологов, нынче будет больше нормы сразу на 33%. Суммарное количество осадков составило в среднем по области от 96 мм, а в городе Павлодаре 111 мм, что больше нормы на 68 и в Павлодаре на 31%. Высота снега по состоянию на 10 марта составила в среднем по области 25 см при норме 19 см, в Павлодаре 17 см при норме 14 см. Это на 30-32% больше нормы. Мы начали с января месяца вывозить обильно со второго Павлодара снег. Более 30 улиц мы уже вывезли. Сейчас по второму разу вывозим. Но там уже мы снег более 150 тысяч тонн вывезли. Чтобы не допустить ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации, в микрорайоне начали строить канализацию. На первых двух этапах уже выделено больше полумиллиарда тенге. На сегодняшний день по улице Геринга мы завершили. А теперь осталась работа в остальные малые улицы подключить к центральным сетям. Вот эту работу полностью по канализации планируем завершить до конца этого месяца. Однако грунтовые воды могут сорвать планы Акимата и передвинуть график водообъекта в эксплуатацию. У нас вообще полностью два этапа около 7 километров. Ну, уже 90% почти сделали уже. В чем трудности, сложности? Трудности. Грунтовые воды. Все, вот это основное, вот это, грунтовые воды не дают работать. Ну, у нас уже там полтора метра уже начинает вода, уже идет. А у нас траншеи до пяти метров доходят глубиной. К подъему грунтовых вод на втором Павлодаре привел целый комплекс техногенных факторов, сообщили сегодня в Межрегиональном департаменте геологии. Главная причина – в утечке из аварийных водонесущих сетей. Одним словом, микрорайон топит вода из старых дырявых труб. Эдуард Лушин всю жизнь занимается геологией. Рекомендует построить вертикальный дренаж и накопители. Воды загрязнены нитратами. В ДЧС области сообщили, что разделяют беспокойство жителей и держат ситуацию на контроле. Там установлено 9 дренажных устройств. И они все в рабочем состоянии, но в зависимости от дебита воды, которая имеется в скважинах, она будет работать в зависимости от этого. Да, действительно, когда начнет таять, будет подниматься скважина, и, соответственно, эти дренажные системы будут работать. По словам активистов инициативной группы, сейчас в зоне риска 19 улиц и, как минимум, 3000 домостроений. Из Павлодара, Салват Семирбулатулы, Марат Ирликов и Алексей Мельницкий. Итоги дня. Круглосуточный мониторинг за уровнем воды ведут на восьми реках Костанайской области. Опасения специалистов вызывают притоки Тургая и Убагана. В районах, где они протекают, отмечается высокий снежный покров от 40 до 80 сантиметров. Ожидается, что во время таяния снега, которое прогнозируется на первую декаду апреля, часть сталых вод пойдет в реки. Специалисты говорят, этот факт сыграет на пользу. Последние несколько лет водоемы были маловодными. К весенним паводкам, впрочем, готовятся по всему Казахстану. Службы ЧАЭС вывозят снег из населенных пунктов. О том, насколько страна готова к весеннему паводзию, готов рассказать наш коллега Тимур Казагулов. Тимур, тебе слово. Добрый вечер, коллеги. Весенний паводок уже у порога. Водохранилище и плотины Казахстана не все, к сожалению, смогут противостоять и сдержать большую воду. А все дело в том, что весомая часть этих самых водохранилищ и плотин остается бесхозной, несмотря на имеющиеся поручения правительства и Совета безопасности. На протяжении пяти лет работа по переводу их в государственную собственность, большинство из которых находится в неудовлетворительном состоянии, акиматами не завершена. В Акмолинской и Карагандинской областях таких объектов по четыре, в Павлодарской и Североказахстанской областях по одному. Так, на вопрос журналистов, готова ли страна к паводку, ответил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев. В зону риска подтопления попадают семь регионов. Это 609 населенных пунктов, 675 участков автомобильных и 259 железных дорог в восточной и североказахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Акмолинской и Кустанайской областях и городе Нур-Султан, где снега выпало в четыре раза больше нормы. А вот в Алматы, в отличие от Нур-Султана, снега выпало почти в три раза меньше. Менее всего опасений вызывает Туркистанская область. Шардаринское водохранилище наполнилось даже меньше, чем в прошлом году. Учитывая все это, тут и экспертам не нужно быть, чтобы понять, в случае резкого таяния снега и интенсивного притока воды без аварийного сброса не обойтись. А это уже чревато угрозой затопления населенных пунктов, расположенных ниже по течению. Именно поэтому все службы ЧАЭС полностью мобилизованы. Вот такие Гульнара, Алибек, у меня. И не радостные, и не грустные новости. Вам слово. Спасибо, Тимур. От итоги дня мы продолжаем. Своих аварийных домов опасаются жители нескольких микрорайонов Риддера на востоке Казахстана. Горожане уверяют, некоторые здания буквально трещат по швам. Семидесяти строения барачного типа местные власти присвоили статус ветхого жилья. Как живут в ожидании сноса, узнал Вячеслав Ветлугин. Видать, вот они все дожки гнилые полностью. Вот они отошли уже. Уже гвозди не держат, там все сгнило. Геннадий Болотов в своем доме знает каждый гвоздь, потому что ремонтирует его сам. В помощи от коммунальных служб собственники ветхого жилья в Риддере ждать перестали. Года три-четыре еще писали, что полностью вот эти бараки погогали двухэтажки, поэтому все подлежат сносу. А вот второй год вообще в Акимат ходят. Нету денег и не будет. Ждите. И вот люди начали пластиковые окна вставлять, хоть чуть-чуть, чтобы тепло было. Таких домов в стиле ретро, построенных еще в 30-40-х годах прошлого века, в Риддере несколько десятков. Их конструкция на 90% состоит из дерева, которое уже рушится под тяжестью лет. Поэтому, чтобы хоть как-то утеплить свое жилье, местные жители идут вот на такие дизайнерские изыски. Старые трубы полиэтиленом и скотчем не заклеишь. Владельцы бараков копят на ремонт прогнивших коммуникаций. Мы каждый год по 30-40 тысяч постоянно вкладываем, вкладываем. Ремонт постоянно требуется только от нас. Позавчера они приезжали с ТЭЦ, они сказали, здесь у вас болерка лопнула труба. Мы все сами сварщиков наняли, вот здесь все сделали. Проект термомодернизации ветхого жилья в Риддере провалился. Собственники домов в большинстве отказались от реставрации зданий в кредит. Суммы ремонтных работ с учетом износа жилого фонда для рядовых ридерчан вышли неподъемными. В городе у нас порядка 70 домов в ветхом состоянии. Основной вопрос финансовый. Дома же старые и капитальный ремонт требуется. А это сумма такая, что люди боятся. Квартиры от государства в Риддере ждут полторы тысячи очередников. Для них построили две многоэтажки. К 2021 году мы планируем сдать в эксплуатацию два 60-ти квартирных жилых дома. То есть это 120 семей обеспечены. Кроме этого у нас имеется готовая к реализации проектно-смертная документация еще на 4 жилых дома, а также 60-ти квартирных. Но ждем одобрения республиканского бюджета. Жилищный вопрос на востоке страны еще остается открытым на квартиры. По госпрограммам претендует больше 20 тысяч восточно-казахстанцев. Чтобы очередь хоть как-то сдвинулась, в регионе начато строительство 112 многоэтажек. Вячеслав Фитлугин и Дмитрий Пыхтин. Итоги дня. Восточно-казахстанская область. В Алматы тем временем скоро выкупят две автозаправки, мешающие строительству развязки близ рынка Алтынорда. После долгих судебных тяжб с владельцем АЗС удалось договориться о сумме компенсации. Теперь подрядчику осталось дождаться разрешения на снос. Новый транспортный мост начали строить еще три года назад. Однако сроки сдачи постоянно сдвигались. Больше полугода проект был и вовсе заморожен. И только в феврале на стройплощадке вновь заработала техника. Пока же алматинцы вынуждены ездить по разбитой обездной дороге. Мы тут же приступим. К другим темам. Больше полутора тысяч карагандинцев получили травмы на льду. Таковы печальные результаты первой оттепеля. Город в эти дни превратился в огромный каток. У травматологов количество пациентов увеличилось почти наполовину. По скользким дорожкам прошла и наш корреспондент Юлана Чаус. Татьяна Таршхоева вышла за хлебом, а попала в больницу. Признается, что до сих пор не может найти слов, чтобы отблагодарить незнакомого помощника. Проезжавший на автомобиле мужчина, увидев ее лежащий на улице, не остался равнодушным. Поднял и привез в больницу. Небольшое место, как зеркало лужа. Шлеп я, а, и все. И у меня получился перелом между ступней и коленкой. И нога вот так висит. Гололед внес коррективы в планы многих карагандинских семей. Только за первую декаду марта к травматологам обратились больше полутора тысяч человек. К счастью, по статистике, только 15% пациентов, получивших травму на льду, требуют госпитализации и оперативного вмешательства. 80-85% пациентов, которые обратились, они обращаются в высококвалифицированную медицинскую помощь и направляются на амбулаторное лечение. Много из них обращаются с ушибами, растяжениями. Первая весенняя оттепель превратила город в каток. Льдом покрыта большая часть тротуаров. Коммунальные службы отбивают лед лишь на центральных улицах. Очень тяжело. Вот иду, аж вся вспотела. Напряжение, ноги болят. Вообще не посыпает. Скользко ходить нам, старикам. Очень скользко. Это почти что по зеркалу идешь, а не по дорожке. Очень плохо. Коммунальщики уверяют, что со вчерашнего дня работа была усилена. И только за прошлые сутки по городу рассыпали 40 тонн песко-соляной смеси. При этом все делается вручную. Когда тротуары как зеркало, наступает особый модный сезон. Пожалуй, для того, чтобы сейчас прогуляться по городу, самая лучшая обувь – коньки. Личное решение. Присоединяйтесь. Но этот люкс для самых смелых. Вся режим масс-маркета набирает популярность вот такой модный аксессуар. Преимущество кошек перед коньками – компактность и мобильность. Не отстает от моды и всегда модный спортшик. Скандинавские палки – это не только надежная опора, но и фитнес. Но, извините, походка, конечно, уже не модельная. Ну, а началось Василий Савкин. Хабар. Карагандинская область. Продолжаем выпуск. По поручению Ельбаса Нурсултана Назарбаева, партия Нур-Отан продолжает встречаться с населением в регионах. На этой неделе первый зампред партии Бауржан Байбек посетил ряд населенных пунктов Жамбулской области, в том числе аулы Жуалынского и Курдайского районов, где встретился с представителями гражданского общества, интеллигенцией, молодежью и работниками образования. В Жуалынском районе Бауржан Байбек встретился с женщинами-предпринимателями и обсудил вопрос развития микробизнеса на селе. Большинство местных бизнесвумен – многодетные мамы. Они не только обеспечивают свои семьи, создают новые рабочие места, платят налоги, но и занимаются общественной деятельностью. Одна из активных многодетных мам – Асима Шукеева. Несколько лет назад она открыла крестьянское хозяйство, а теперь на собственные средства построила детский сад. «С 2013 года являюсь индивидуальным предпринимателем. Я ощутила на себе поддержку государства, крепко встала на ноги. В нашем детском саду дети из многодетных и малоимущих семей обучаются бесплатно». Именно такие женщины с активной гражданской позицией должны представлять интересы общества и быть примером другим, отметил первый заместитель председателя партии Нуратан, пригласив их участвовать в предстоящих внутрипартийных праймерис. К слову, в Жамбулской области в сфере предпринимательства работают больше 125 тысяч человек, из них половина – женщины. После заместитель председателя партии Нуратан внепланово ознакомился с работой солнечной электростанции «Бурная» мощностью 100 мегаватт. До конца года в области введут в строй еще четыре новых источника альтернативной энергии, что позволит увеличить их долю с 17 до 22%. Авторазий Бауржан-Байбек принял участие во внеочередной конференции партии Нуратан. Председателем Жамбулского областного филиала партии избрали Акима региона Бердебека Сапарбаева. После Бауржан-Байбек встретился с молодежью, представителем интеллигенции и педагогами. Задача партии Нуратан – привести во власть представительные органы талантливых, грамотных, профессиональных, которые думают о будущем страны, которые готовы через партию Нуратан решать эти вопросы. Единственная наша сила, и пусть эта наша сила процветает, Нуратан – это та партия, мы ее поддерживаем. Это, наверное, единственная партия, которая для народа и с народом. Во второй день рабочей поездки в Жамбулскую область Бауржан-Байбек встретился с жителями сел Масанчи, Отиген и Кордай, а также депутатами фракций и членами первичных партийных организаций Нуратан Кордайского района. Собравшиеся отметили, что недавние события не оставили никого равнодушным. Сейчас ситуация в районе стабильная. Первый заместитель председателя партии Нуратан призвал жителей решать проблемы сообща. Мы должны действительно из-за этого извлечь хороший урок. Всем, на самом деле, вся страна переживает, мы знаем. Многие беспокоятся, что будет, как будет. Мы должны укреплять наши органы, мы должны доверять нашей полиции. Понимаете, это очень важно. И полиция должна улучшать качество своего, прозрачность работы, справедливость. Кстати, большая ценность партии – это справедливость, верховенство закона, солидарность. Мы, карачаевцы, в свое время были насильственно переселены в Казахстан. Здесь мы нашли свою родину. И все тяготы депортации нам помог одолеть сердцебольный, дружелюбный народ казахи. И мы остались здесь навсегда. Сегодня я могу заявить, я люблю свою страну, мою родину – Казахстан. Я горжусь тем, что живу в этой стране, в стране, где сорит мир, дружба и согласие. К слову, в этом году в Курдайском районе планируют реализовать 21 крупный проект на сумму свыше 5 миллиардов тенге. В их числе строительство нескольких школ, 50-ти квартирного дома для очередников и инженерной инфраструктуры. Анастасия Сулейманова, Бахаджамбапаев. Итоги дня. Жамбулская область. Повысить статус человека труда намерены представители Патриотической партии АУ. По словам председателя Али Бектаева, на сегодня у сельских профессий практически нет престижа. Члены партии хотят исправить это и запускают акцию «Человек труда. Опора страны». По всей республике запланирована организация встреч молодежи, студентов, школьников с передовиками труда. Полицоветы филиалов АУ готовят списки кандидатур из числа тружеников на звание почетных гражданин области города и района. На сегодняшний день очень мало информации о передовиках труда, о простых людях из глубинки, которые своим трудом вносят лепту в развитие страны. А ведь их история успеха поучительна и показательна для подрастающего поколения, и их имена должны быть на слуху у казахстанцев. В Казахстане начали проводить уникальные гепатобилярные операции на печень. Теперь пациентам с серьезными диагнозами не нужно ждать трансплантации чужого органа, а можно сохранить собственный. О том, какие шансы дает новый метод, в материале Меруэрт Шукуевой. Сегодня Андрей Макаров едет домой, в родной поселок на север страны. Еще недавно он не верил в выздоровление. За полгода альвеококос, болезнь, приравниваемая к раку, поразила 70% его печени. Она у меня заболела ночью. Мы вызывали скорую. Меня по больницам начали возить. Не знали, кто возьмется за эту операцию долгодлительную. Когда был прием врача, я сказал, что я отказываюсь. Но потом, когда вышли из кабинета, я сказал, что я согласился. То, что еще не удавалось никому в Казахстане, для Андрея стало единственным шансом. Резекция или сохранение почти полностью пораженной печени, не прибегая к трансплантации чужого органа, решение команды хирургов во главе с доктором Спатаевым. Разрезать печень как паренхематозный орган очень сложно. В областном центре приняли, что эта опухоль радикально неоперабельна. Этот пациент был направлен к нам с областной больницы для решения вопроса об оперативном лечении. Мы советовались со специалистами из-за рубежа, с Индии, в частности, с Турции, с Южной Кореи. Данный кейс был признан резектабельным. И мы провели успешно эту операцию. То есть, я считаю, что вот эту категорию сложных больных должны направлять в специализированные центры, где занимается печеночная хирургия. Таких хорошо оснащенных медицинских центров в стране пока только два – в столице и Алматы. Но начало, говорят сами хирурги, положено. За год крупных операций на печень провели около десяти. Три из них с применением нового метода. Я нахожусь на проведении уникальной операции на печень. В среднем она длится семь часов. Сейчас мы можем заметить то, что большая команда врачей работает на специальном оборудовании в Национальном научно-онкологическом центре. Теперь Андрей снова здоров. Ему предстоит пройти еще не один курс реабилитации. У молодого человека появилась мечта – стать врачом, чтобы самому спасать чужие жизни. Меруерд Шукуева, Ханат Абильдин. Итоги дня. Сегодня в столичной воинской части 55-73 чествовали героев, которые вытащили из горящего помещения три газовых баллона. Инцидент, напомню, произошел 6 марта. Во дворе трехэтажного общежития сгорелись пристройка и баня. Военнослужащие нацгвардии, услышав крик о помощи, ринулись тушить огонь. На месте были женщины, дети и обессиленный мужчина. Бойцы помогли ему вскрыть каркас крыши. До прибытия пожарных носили воду из соседних домов. К счастью, обошлось без жертв. Самоотверженный поступок шестерых военнослужащих отмечен нагрудным знаком за охрану общественного порядка. Отличные результаты демонстрируют и боксеры в Иордании. За их боями следит наш коллега Дидар Кадыров. Он уже в студии. Дидар, приветствую, тебя слово. Коллеги, здравствуйте. Вот Тимур ранее, подводя итоги своей рубрики, сказал, что у него новости либо не хорошие, не плохие. Вот у меня либо очень хорошие, либо очень плохие. Об этом всем на «Властях спорта» через пару секунд. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В 2020 году Василий Левит в категории до 91 килограмма в финальном поединке раздельным решением судей одолел Дэвида Ника из Новой Зеландии. Но еще серебряными медалистами турнира в Омане стали Закир Софиулин и Абельхан Аманкул. Два золота позволили Казахстану занять второе общекомандное место. Первое завоевали боксеры сборной Узбекистана. У них три золотые и три бронзовые медали. На турнире в Омане казахстанские боксеры выиграли 9 лицензий на Олимпийские игры. Предстоящие в Токио. Так что это, наверное, самая главная новость на данный момент. Плюс, конечно же, церемония зажжения Олимпийского огня прошла сегодня в Греческой Олимпии. То есть подготовка к главным спортивным играм четырехлетия выходит на финишную прямую. Я только напомню, что Токийская Олимпиада пройдет в период с 24 июля по 9 августа. Дидар, я слышала, что из-за коронавируса приостановлен сезон Национальной баскетбольной лиги. А какие-то еще последствия будут? Кто-то собирается отменять вот так масштабно чемпионаты, сезоны свои? Распространяется буквально на все, буквально на все спортивные мероприятия. Начиная с NBA, по информации CNN, все игры будут прекращены впредь до особого уведомления после матчей в среду вечером. Решение было принято после того, как анализ центрового Юты Джаз роли Гобера дал положительный результат. Дали положительный результат на коронавирус и также коронавирус диагностирован у Даниэля Ругани, у этого молодого человека, у футболиста Ювентуса. И вот после этого сразу же Миланский Интер отменил общекомандную тренировку. Испанская Ла Лига уходит в отпуск минимум на два ближайших тура, то есть на две недели. Карантин распространяется на футбол. Вчера самолет с футболистами Ромы на борту получил отказ на посадку в аэропорту в Севиле. Опять же, матч с местным клубом был запланирован на сегодня, опять же, в рамках Лиги Европы. Ну и о Лиге Чемпионов мы просто не успеваем рассказать. Атлетика Ливерполь – это легендарное, скажем так, событие, которое состоялось в Англии. Ну и матч между Борисом Джерманом и Боруссией. Друзья, спасибо большое. У меня на этом все. Благодарю. Это был Дидар Кадыров с новостями спорта. Такой была информационная картина с сегодняшнего дня. Увидимся завтра в это же время. До свидания.